Радио Болтком Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Разворот» в прямом эфире. Меня зовут Андрей Лешкевич. Гость сегодняшнего «Разворота» – мэр Риги Мартин Шстакис. Добрый день, господин Шстакис. Добрый день, слушатели. Да, спасибо, что нашли время выйти к нам в эфир. Ну вот начать я хотел бы, наверное, сегодняшняя дата, 13 января. Как вы прекрасно знаете, она для истории Латвии такая особая дата. И в первую очередь, конечно, свежи воспоминания у многих, у большинства о 2009, о тех событиях 2009 года. Сегодня утром мы в эфире тоже с господином Заттлерсом на эту тему общались. Хотел спросить вас, какие у вас воспоминания связаны с теми событиями 12-летней давности? Где вы их встретили? Какое последствие влияние на вас оказало? Расскажите, пожалуйста. Я в это время сам был в Франции с семьей. Мы катались на лыжах. И я об этом узнал только довольно поздно, уже вечером, когда мы возвращались в гостиницу. И, конечно, был в шоке. Я никак не мог представить, что такое возможно и в Латвии. Так как я был в шоке, что что-то такое может произойти тоже, например, в Соединенных Штатах Америки. Но, как мы видим, может быть такие ситуации. Да, действительно, вот последний год и начало этого года подарили нам немало таких протестных акций. В том числе, вот если говорить о кризисе, который мы переживаем, вы тоже, наверное, знаете, многие сравнивают то, что было в 2008 году и что привело к событиям 13 января, и то, что сейчас. Как вам кажется, уместно такое сравнение? И можем ли мы увидеть нечто подобное вот сейчас? Ну, я думаю, каждый политик всегда должен допустить, что такая ситуация может быть. И мы должны об этом постоянно думать. И единственное лекарство этому – это, конечно, коммуникация. И мне вообще вопросы коммуникации очень тревожат. Вот, например, когда началась команданство, командная часть, не знаю, как… Комендантский, да. Да, мои друзья из «Земесардзе», когда тоже были в патрулях и на улице, сказали, что 25% вообще не слышал о таком, 50% что-то слышал, но так и не понял, что надо делать, что надо, например, здесь идти, сидеть дома. И, ну, еще 25% таких, которые, ну, просто знали, но специально были на улицах. Так что об этом мы всегда должны запомнить, что если ты даешь какую-то информацию, что-то объясняешь людям, то не факт, что все это слышат и все это понимают. И если есть вакуум в коммуникации, информации, то это всегда приводит к проблемам, скажем так. Угу. Про коронавирус мы обязательно поговорим, но вот завершая тему протестов, конечно, достаточно большой резонанс вызвали протестные акции, которые прошли в Риге в связи с действиями правительства, да. Полиция активно работала на них, Рижская дума обсуждала вообще корректность проведения таких протестов. К чему вы все-таки пришли? Они, возможно, еще будут, потому что мы переживаем дальше этот кризис, правительство вводит новые ограничения. Все-таки какой ваш взгляд? Они могут иметь место? Они недопустимы? Что-то среднее? Ну, я лично не меняю свое мнение насчет того, что если мы весной запретили, то и ситуация весной, как мы помним, не был такой плохой, как сейчас с коронавирусом, то почему можно это делать зимой? Ну, так что, с одной стороны, я все-таки считаю, если у нас есть эпидемии, то мы все-таки должны такие решения принимать. С другой стороны, я всегда буду в стороне свободы слова. И поскольку государство нам позволяет делать пикеты, и Рига их будет позволять, но только по условию, что если организатор готов соблюдать те правила, которые сейчас есть. Если все, начиная с полиции, заканчивая службами безопасности, говорят, что этот пикет уже с самого начала вздуман не как спокойный пикет для 25 или, не знаю, хоть на 100 людей, но он делает из-за того, чтобы эти правила не соблюдать, и это уже заново было так запланировано, то, конечно, мы будем принимать другие решения. Угу. Мэр Риги Мартин Штакис у нас сейчас в прямом эфире. Мы собрали перед эфиром определенное количество вопросов от наших читателей и слушателей, но я еще раз призову, что нам можно написать и сейчас, и позвонить. Прямой эфир 672 12 93 9, телефон WhatsApp 230 6191. Ну вот, в понедельник вы отметили, можно сказать, 100 дней на посту. Новая Рижская дума во главе с вами. Я вас с этим поздравляю, то есть символическая важная дата, после которой, как принято считать, с политиков уже другой спрос. Вот. И вы, значит, отчитались о сделанном, хотя позволю себе заметить, вот опять же, со слов наших читателей, что в выступлении вас и ваших вице-мэров больше было о том, что будет, а не про то, что было. Ну, вы сами смотрите, хотите ли вы это как-то комментировать. Ну, конечно, одна из тем, это улица Чака, вы об этом сами говорили, одно из таких решений, успешных или неуспешных. Все-таки вот на сегодняшний день, как оцениваете эксперимент на этой улице с возведением велодорожек, успешен он или все-таки не совсем? Рано, рано дать какие-то результаты, потому что, конечно, эксперимент проходит во время, когда людей на улице довольно мало и мало машин. Так что я думаю, конечно, с той стороны нам надо дождаться все-таки марта, пока принять решение. Я считаю, что в 2020 году вообще не может быть ситуация, что в городе Рига в центре есть улица, где в проекте вообще нет велодорожек. Таких ситуаций не должно было быть, я очень, я не понимаю, почему вообще такое решение было принято. Поэтому мы, конечно, думали о том, как все-таки эта ситуация исправится. Я хочу сказать, что этот эксперимент, он не о том, какая сатексная в городе, но о том, в каком городе мы хотим жить. И мы знаем, что улица Чака, это самая, ну, на латышками Свардрумска, как это будет на русском, и даже, ну, самая печальная улица в центре, я бы так сказал сказать. Я сам живу почти в этой улице, примерно 20-30 метров оттуда, и каждый день хожу, я смотрю, что эта улица просто умирает каждый днем. Там даже, знаете, азартные ивы даже пока уходят с этой улицы. И мы должны ответить себе на вопрос, какой центр мы хотим, мы хотим такой центр или не хотим. Я думаю, что этот эксперимент все-таки больше обета. В каком центре города мы хотим жить. И если 40% наших жителей и жителей покинули центр, то мы не можем просто смотреть на эту статистику и сказать, ну, что тут поделать. Нет, мы должны идти на другие решения и искать эти решения. Я думаю, что может быть и такой сценарий, что, может быть, в марте принят решение, что в сутки с 1 апреля там больше велодорожек не будет. Сейчас не могу об этом сказать, но то, что нам надо искать такие решения, на это я всегда буду настаивать. — Скажите коротко, вот вы сами сказали, что вы в районе Чака живете. Вы же наверняка используете велосипед. Какое у вас у самого впечатление от поездки по Чака? И, кстати, ездите ли вы сейчас, потому что есть отчаянные велосипедисты, которые по снегу ездят? — Мой велосипед, к сожалению, не годен, чтобы ехать на него зимой, так что мне надо, наверное, тогда другой велосипед себе искать. Ну, например, мой сын, он учится в Пурценсе. И он тоже ездит, ну, когда еще была школа, ездил велосипедом. Как раз по улице Чака, потом Даглавский мост и в Пурценск. И мне было, ну, я всегда опасался, как он себя чувствует на улице или по тротуару езжая. И сейчас, например, я, ну, скажем так, на эту ситуацию уже смотрю на Мону спокойнее. Потому что у него есть свое место, где все знают, что тут будут ехать велосипедисты. И, кстати, да, мы сделали велодорожку тоже на Даглавской мосте. Мы знаем, что это было, там велодорожку уже давно надо было сделать. — Сейчас, да, был звонок, перезвоните нам, пожалуйста, 672-12-93-9. Вот, примем звонок от радиослушателя. Добрый день. — Да, добрый день. — Пожалуйста, вопрос. — Добрый день вашему гостю. Ну, у меня к нему есть два таких вопроса, касается именно качества работы Риги, включающих вот этих 100 дней. Это будет связано с Рига с Гайсмой и Майя Клюун видос департаментом, да? Первый вопрос насчет Рига с Гайсмой. Я вот нашел в ТВНЭТ, статья была, на 2 миллиона были затраты, то есть фонарей замена. В то же время уже 12 лет я лично занимаюсь жителями микрорайона, чтобы установили уличное освещение. Это 13 столбов. В прошлом году сделали смету, это при временной администрации, это на 31 тысячу евро. И мы там сколько не переписывались, говорили, что нет денег, что вы не подали, как бы, в годовой план, чтобы заказать бюджет. Отказали нам в прошлом году и не дало результатов. И второй вопрос попрошу вас. Мы подали в сентябре заявочку, и в том числе мы эту заявочку, второй раз нам отказали, мы продублировали на ваше имя. Я могу вам сказать дату, когда и регистрационный номер. Вы его отправили в пометку ирециба, и оттуда мы нам опять получили отказ. То есть идет круг бюрократии, понимаете, в чем дело. Да-да-да, и второй вопрос задайте, пожалуйста, чтобы время было. Номер, номер скажу. Будьте добры, можете записать регистрационный номер. Я прошу прощения, давайте второй все-таки вопрос, суть вопроса мы поняли. РД-24, 1470 ТИ от 22-го, 10-го, 20-го года. Второй вопрос. Маю клюв, он видит департамент, да. Они у ДУТИ, была сделана детальная планировка. Это в районе Южного моста. Было около 4,7 гектара детальной планировки. Это было по настоянию жителей микрорайона, так как там дорогу были покроили. И там на этой территории есть 13 земельных участков, которые как компенсационные. То есть взамен того, что забирают и за ним территория парка. Около 1 гектара 8 тысяч гектаров. Прошло с этого, два года делалась детальная планировка. Эту детальную планировку была уна утверждена. Маю клюв, видит департамент, ничего не сделал на этой территории. Не привер милиеративные работы для того, чтобы можно было происпользовать, то есть эту землю, чтобы можно было использовать и делать парк. То есть там на сегодняшний день вся территория загажена мусором. Когда весна, там такое вонище. И столько грязи, столько прочее. Спасибо. Спасибо вам большое. Дадим возможность господину Стайкесу ответить. Два вопроса. Рига с Гайсомой и вот этот около Южного моста территория. Я записал обе эти ситуации. Я просто послежу и дам, наверное, не знаю, как мы дадим ответ. Но я послежу, что там случилось. Насчет Рига с Гайсомой. В этой студии, не знаю, это были вы или кто-то другой, мне задавал вопрос, А как мой опыт, как предприниматель, бизнесмена, поможет в работе Рижской Думы. Я думаю, что вот этот случай, Рига с Гайсомой, как раз тот случай, который очень характеризует, как здесь принимаются решения. Даже если конкурс честный, и все по правилам сделано, но цена выше, чем средняя цена в рынке, нельзя подписывать такой договор. Ты всегда должен искать ту цену, которая или ниже, потому что мы большой все-таки партнер для фирм, или, по крайней мере, та же цена, какая есть на рынке. И здесь я уже начал дело, чтобы проверили эту информацию, потому что если чиновник не проверял, например, какая цена по этим продукциям есть в Литве, в Эстонии, но просто принял цену и подписал договор, то это так, конечно, здесь больше работать никто не будет. И потому что в бизнесе никогда, ни один, никто такое решение не принимает, и не будет принимать и управление. И если Рига с Гайсом найдет способ, как наконец-то делать свои проекты по рыночной цене, мы сможем больше проектов и в Риге по себе позволить, и тоже свет принести в этих улицах, где пока на данный момент освещения и нет. Насчет этой улицы я еще раз проверю. Насчет, как говорил, слушатель мусора, у ДНВ идут мосты. Мы сейчас начали реорганизацию, завтра будем принимать решение уже комитет, реорганизацию испилдирекции. Как это будет на русском? Да, исполнительная дирекция. Извините, как же? Исполнительная дирекция, да-да-да, о них мы тоже поговорим. Потому что, что на данный момент в Риге, как система работает? Исполнительная дирекция видит, что есть проблема, потом эту проблему пишет на Майокнинвидисдепартмент, потом Майокнинвидисдепартмент решает, что делать, дает финансирование, например, исполнительной дирекции, и потом они начинают работу над этим. Но так же никто не работает. Надо работать совсем по другим принципам. Поэтому я считаю, что эти исполнительные дирекции такие больше не нужны. Мы должны идти вообще на другой вариант, чтобы если мы видим, что есть какие-то ситуации, проблемы, например, с мусором, Майокнинвидисдепартмент сам эту проблему сразу начинает и решает. И мы не делаем этот длинный алгоритм, когда пока информация доходит до центра, пока мы даем деньги и разрешение начинать работу, проходит месяц и месяц. А вот раз уж вы заговорили об исполнительных дирекциях и об их ликвидации, не противоречит ли это вашему стремлению к децентрализации рижской власти? Исполнительных дирекций было несколько, жители каждой части Риги могли отправиться в определенную структуру и о чем-то рассказать. Если вы оставляете только один вот этот вот департамент, получается одна структура, где-то в центре города, перегруженная вопросами со всех сторон. Не может ли это вот так вот сложиться? Наоборот. Мы закроем три исполнительных дирекции, но откроем пять центров, где будет агентура, скажем так, Бенспитерс-Адентура. Да, бюро одной остановки так это перевели, да. Чтобы рижанин, когда он приходит, вот этот Бенспитерс-Адентур, у него есть проблема, он может сразу эту проблему тут решить, чтобы не было той ситуации, что, например, он приходит к КСПЛ-дирекции и ему говорит, это не наша забота, извините, нам надо идти в этот отдел. Или эту проблему вообще, не знаю, решает Рига Силт, потому что мы тут не решаем. Мы хотим, чтобы мы были ближе к рижанам, чтобы они в одном месте могли бы все свои вопросы решить. И для этого у нас будет пять таких центров, это только в этом году, и будет пять координаторов, те, которые помогают жителям решать свои вопросы быстрее, чем это было решено здесь, до этого. И если эти пять инспитерс-Адентур будет работать хорошо и координаторы будут исполнять свое, то, что мы хотим, чтобы они сделали, их будет больше, чтобы мы были ближе к рижанам. Мэр Иги Мартин Штакис у нас в гостях, нам можно написать ватсап 2306191. Вот еще по дорожному движению два вопроса от наших читателей и слушателей задам. Во-первых, вот если сгруппировать многие вопросы, такое ощущение, что вас уже окрестили борцом с автомобилями. У многих сложилось впечатление, что вы пришли, чтобы, не знаю, наказать автомобилистов, выгнать их из центра города. Хотелось бы, чтобы вы это, не знаю, подтвердили или опровергли. И второй конкретный вопрос, который нам пришел, который показался довольно интересным, а вот велосипедисты велосипедистами, а появятся ли у нас полицейские на велосипедах, которые будут следить за соблюдением правил дорожного движения теми же велосипедистами, электросамокатами и прочим? Да, основная моя цель совсем другая. Я хочу, чтобы пешеходы, велосипедисты, те, которые едут на электроскутерах и общественный транспорт, и автомобилисты знали, где его, ну, скажем так, пространство в городе. На данный момент пешеходы знают, где их пространство, и это знают автомобилисты. Но есть одна очень большая группа людей, которые едут на велосипедах, которые едут на электроскутеры, которые 10 лет тому назад не ехали, таких вообще не было, у них места нет. Что они делают? Они едут по тротуарам, и у нас уже есть 13 случаев, когда человек попал бы в больницу из-за того, что на него наехал, например, кто-то сел их скутером или велосипедом. Их нельзя ставить на улицу, потому что на улице там уже идут, скажем так, другие правила. Нам просто надо это пространство найти каждому. И да, на данный момент есть единственная ситуация отнять это у автомобилей, потому что мы не будем отнимать место у пешеходов. Пешеходы – это приоритет номер один все-таки. Но не может быть ситуации такой, что 80% из рижанов не едут на автомобиле, только 20% едут на автомобиле, но пространство города, улицы 8%. Мы отдали автотранспорту. Это просто нечестно. Мы должны найти пространство каждому из этой группы. Это моя цель. А велополицейские? Полицейские могут контролировать, как едут велосипедисты, когда они ходят пешком. Им не надо обязательно ехать на велосипеде. Понятно. Сейчас еще один звонок примем, попросим по возможности покороче формулировать. Добрый день. Добрый день. Вот вам звонит приоритет номер один. Значит, 80% у пешеходов. И жильцы также. Но вот вы, как хозяин Риги на сегодняшний день, собираетесь уделять внимание состоянию дворов? Потому что, например, Грегора 4 сейчас снегом присыпала, замесили в грязь. И машина под самый угол. А сейчас же такие пиротехники жгут. Если загорится эта машина, и березы тут старые, большие, загораться, тоже шины свозят во двор, да? Угу. Но и не это главное. Вот траву всю вывели, хоть маленький ликбез для дворников. Вот кто виноват, что ландыши росли у нас под окнами, а сейчас просто земля. Вывели с корнем траву. Так надо подсеивать. Кто вот за это отвечает? Вот я не говорю, что надо кого-то наказывать, но надо кого-то учить. Эти технические работники пусть дворников поучат. Спасибо, спасибо, поняли вас. Ну, господин Статис, это для вас тоже, наверное, не будет каким-то сюрпризом. Самое большое количество вопросов от слушателей и читателей касаются состояния инфраструктуры во дворах многоквартирных домов, дорог в частности. Целую мы просто кучу вопросов по этой теме получили. Все спрашивают, как это будет решаться. И в том числе господин Кирсис, вице-мэр, рассказывал нам, что это все из-за того, что очень много частной земли, на которой город не может ремонтировать. Ну, как вы видите решение вот этих проблем? Во-первых, я думаю, что вопрос, который я задал слушателю, очень правильный. И я тоже стараюсь на эти вопросы получить ответы. И ответы меня, ну, скажем так, для меня это само сюрприз. Например, если мы смотрим вот с моста до моста Ванчо-Тилц, насчет зеленой зоны отвечает всем разных управления. Что-то идет по Испил-дирекции, что-то идет здесь как центральная, что-то идет из Рига-Смежи, что-то идет еще куда-то. Все за что-то отвечают, но в конце никто ни за что не отвечает. То, что я хочу скажем так, по системе сделать, чтобы все-таки ответственно за все это было ну, по крайней мере, несколько, не всем. Ну, скажем так, в Риге смежено, что там парков, Дарзе-Парке и Майо, Комбит-Дайпарк, например, насчет зеленой зоны у домов. Так что это, я думаю, то, что мы стремимся сейчас делать. Да, насчет во дворах и вообще ситуации, которая там происходит, там надо что-то, ну, надо, я думаю, решение вообще искать всеми, потому что у самоуправления Риги нельзя инвестировать деньги, тратить деньги на частная собственность. А как раз вот земли, которые там и там, это частная собственность. И, по крайней мере, что никто не может дать какое-то решение, что в этом ситуации сделать. Ну, по крайней мере, в этом году государство решило вопрос насчет денационной зоны этих квартир. Наконец-то люди смогут получить компенсации и мы в бюджете в Риге поставили 2,4 миллиона на эти компенсации. Следующий шаг это надо решить вот эту проблему. Поэтому мы можем просто смотреть, работать с частными владельцами и ставить им всякие штрафы за то, что они не следят за этой землей, но самым идти и это сделать тоже не можем. Ну, понятно, что много планов и там обещаний звучит со стороны Рижской думы, но есть понятие бюджета города и мы тоже понимаем, что он пострадает из-за кризиса пандемии, но все-таки во время понедельничного вашего выступления вы обозначили три приоритета инфраструктура, детские сады и социальный блок. По возможности тогда конкретно можете рассказать, что в этом году ожидают Рижан, какие решения, нововведения, не знаю, приятные какие-то сюрпризы? Да, бюджет на следующие годы у нас будет меньше, чем другие годы, поскольку тоже нам и доходы из налогов и на кумнодос будет меньше, но из этого не будет страдать Рижание, это я могу обещать, потому что мы нашли как те деньги, которые мы, скажем так, потеряли, найти из внутренних средств. Мы прошли через каждые затраты каждого отдела, каждой институции Риги и многие отказались. И может быть, что это уже надо было сделать давно, но по крайней мере сделали это сейчас. Но в то же время мы нашли вариант, как нашим приоритетам деньги найти больше. И я думаю, что все слушатели будут согласны со мной, что эти три проблемы, которые мы сейчас решаем, одни из самых важных проблем города. Мы знаем, что более 2000 детей ждет в очередь на детские сады. На данный момент государство нам помогает этим и готово дать свои инвестиции, чтобы строить новые детские сады. Мы с своей стороны на новый бюджет поставили несколько миллионов, чтобы построить новые детские сады, чтобы найти где-то примерно 600-700 новых мест. В этом году собираются построить детские сады, получается? А в этом году собираются построить детские сады? Наверное, это мы построим за два года, но мы хоть начнем, это уже в этом году. Плюс мы еду они просто хотят поговорить они хотят чтобы социальные работы к ним пришел и так далее из на социальных работник на данный момент очень большой большая напряжка поэтому мы примерно 9 миллионов денег будем тратить только на зарплаты социальных работник чтобы их поддержать и плюс и будем еще будет еще новые социальные виды но на социальной помощи и третье это инфраструктура мы хотим мы знаем просто у нас нет других вариантов как быстрее закончить мосты даглавский мост 6 миллионов ера и и еще раз мост плюс еще чтобы закончить те улицы которые были уже плане которых надо быстрее закончить так в целом мы на следующий год на эти три приоритеты будем тратить пример более чем 40 миллионов евро которые будут идеи которые деньги деньги из нашего бюджета так и деньги из которых мы будем просто одолжить потому что здесь на данный момент очень на хороших процентов можно одолжить деньги но так и из государственного бюджета примерно 6,4 миллиона на вся на на всякие инвестиции и думаю развитие города на следующий год не остановится коротко про мосты хочу вас спросить вы сами упомянули тем более сказали что вот ваш сын на велосипеде через дегловский ездит да господин пулкс оловс пулкс ваш коллега по коалиции тоже у нас в эфире на вопрос о мостах сказал что дегловский предположительно будет закончен в этом двадцать первом году а брасовский только в двадцать третьем вы можете подтвердить эти сроки это действительно так да я могу подтвердить потому что брасовский мост был уже был неправильно спроектирован если мы бы значим просто продолжали работу брасовского места там новый трамвай ваш ним не мог бы ходить на поэтому там сейчас переделали проект и 2021 году опять же начнется работа и эти ошибки будет исправлены но закончим и только двух тысячи двадцать третьем году мы риге марта не штаки у нас в эфире еще примем один звонок добрый день да чуть погромче поближе такой будем говорить не только домах юген стиля который приводится в порядок а прежде всего советской постройки много лет нужны вложения чтобы меня трубы электроинсталляцию лифты и так далее восемнадцатом году риге стартовала программа по софинансированию когда 50 процентов вкладывали владельцы квартир этого дома и 50 процентов рижское самоуправление мы очень много сделали не только наш дом наш дом частности получил 30 тысяч евро сейчас если господин мэр скажет грамма есть о вынуждена огорчить и его и всех слушателей в новой редакции прошлом году эта программа вышла и это не программа а профанация мы бы ни копейки не получили и такие фактически старейший жилой фонд так и будет стареть а это очень опасно за города прежде всего так вот у раньше было такое изречение наказ депутата как мэру и его команде верните прежнюю редакцию мы хотим чтобы город был красивый мы хотим жить в хороших домах и если люди хотят вкладывать свои деньги это задача самоуправления помочь нам в этом деле посмотрите на эту программу я думаю много желающих кто сделал свой дом лучше за эти годы будут вам в помощь сказать чтобы это скорее двигалось что это надо спасибо вам большое спасибо да господин сайкис это действительно очень распространенный вопрос о жилищном фонде два момента первое это советское наследие вот так называемые хручевки они ясно что не вечные второй момент это софинансирование города 50 на 50 раньше он действительно действовала сейчас приходится слышать что она не работает больше что можете сказать я проверил эту информацию я знаю что какие-то программы были остановлены как но в основном в основном все таки программы мы продолжаем но то что хочу сказать слушателям три года этого вообще не использовала те возможности которые предлагает евросоюз и государство как раз на на жилом площади чтобы этот фонд был основан и пересмотрен на данный момент мы знаем что эти программы будет открыты и мы знаем и мы хотим на эти программы взять несколько но десятки миллионов и в этом году я я дал дополнительный бюджет что мы мы уже начали работать над этими проектами потому что когда такие финансирование появляется их можно получить только те у кого уже есть уже такие готовые программы поэтому в этом году мы будем много работать как раз над эти проекты чтобы такие программы сделать чтобы когда это возможно откроется и будет мы уже к этому были бы готовы сегодня у нас была встреча с министром виды сайта и он нам дала новость что как раз на управленский это и раздевок и съем жилья как бы до да да будет моя программа на вообще весь иришки район не только рига но тоже и весь этот сантиметр полос но авиа который если он вокруг риги чтобы как раз переделать вот эти квартиры чтобы были чтобы в ринге было больше свободных квартир как раз на аренду по низким ценам и мы очень хотим использовать все возможности этих программ и это уже программа не там несколько тысяч или сотни тысяч как это было это уже программы которые на 10 и даже сотни миллионов вот такие программы мы хотим как раз работать в будущее больше очень большой пласт вопросов касается конечно общественного транспорта рига сатекс мы там есть конкретные вопросы касающиеся льгот удастся ли сохранить те льготы которые имели раньше рижане пенсионеры инвалиды другие члены общества и это луэтал он была анонсирована там революция связанная с этим что нас ожидает ожидает ли что-то в этом году уже ценовую политику общественного транспорта мы будем менять и все льготы которые были все все останется так как как линии уже есть мы нашли как сократить финансирование рига сатекс на на другие позиции чтобы не трогать вот эту часть совсем как раз система эталона которая рижанам стоила 27 миллионов в год на но в этом году мы уже смогли примерно 14 миллионов затраты на это сократить но все равно я считаю что система эталона слишком дорогая для риги слишком устаревшая поэтому уже господин вилл на сердце уже наша работа над новой программой более современной программы и самое главное более дешевые программы для риги потому что сама система эталона которая ваша саду момент но она была скажем так современная примерно 25 лет тому назад те программы те вашей системе как они работают наши дни по миру они уже работают по другим принципам и стоит примерно 4 5 раза дешевле как наша наша система и но сам господин тирсис у него есть план как это можно сделать в течение одного года я конечно чуть-чуть скептично я думаю что нам это займет чуть-чуть все-таки много времени но точно не больше двух лет за что это в двух словах будет за система и стоит ли нам когда-то ожидать такой как бы системы новый человек с международным опытом в хельсинки как я понимаю учились знаете как там это работает вот система nfc так называемая когда при помощи любой банковской карты можно расплатиться как это в москве карта тройка например или в лондоне ойстер работает а может ли в риге это появится и не только кредитная карточка на просто телефоном и даже просто и другими средствами и самое главное не это это очень просто кстати это мы можем довольно быстро то что мне больше всего тревожит и что хочу сделать чтобы с одним билетом вы могли ехать как и на поезде так и на трамвае и так и например на велосипеде велосипеде это так то что мы должны сделать и таких систем есть мире мы уже знаем какие есть самые лучшие примеры и наша амбиция рига сделать даже лучше и еще вот хотелось бы тоже может быть коротко сказать расскажите предполагают ли какие-то цифровые решения связанные с этим потому что если брать тот же рига садекс мы ну давно напрашивается казалось бы приложение позволяющее покупать билеты элементарно быстро делать это как-то не знаю смотреть расписание карты и так далее и вот один из наших слушателей в контексте дворов и ям тоже написал не может ли быть какого-то интернет-решения приложения в котором легко можно отмечать там не знаю проблемные участки коммуницировать рижской думой есть у нас такая идея у нас кстати одна такая аппликация уже есть это аппликации риг спешил дипс полиции где можно просто снять какую-то проблему где хотите обратить внимание полиции и отправить и они сразу же знают откуда это было отправлено то есть какой адрес и так далее нам надо на эти технологии смотреть но как раз вот этом новом проекте которые вы уже говорил на счет 5 этих один агентур одной остановки там еще и будет аппликации которые кстати уже другие города влад и уже уже с этим аппликации уже работает где ты можешь просто снять проблему не знаю там яма или не знаю там там татуар кто-то не почистил отправить эту информацию нам и мы уже эта информация уже проходит к ответственным лицам который за это отвечает и она не уже может реагировать на эти проблемы еще звонок примем добрый день пожалуйста только коротко пожалуйста по вопросу как раз вы пусть за ваш гость запишет регистрационный номер маяк ли он видит департамента кому регистрирован так легче будет найти иначе они мы его могут завести заблуждения я регистрационный номер на имя маяк ли у видит департамента анатолия алексеенко регистрационный номер дм2 черточка 20 черточка 69 22 черточка п и от 7 10 20 года и в одном заявлении маяк ли он видит департамента 51 человек это коллективное заявление а втором обращались от 5 человек поняли вас спасибо ну я надеюсь да прямой эфир как как как-то поможет вашей проблеме хотя наверное стоит еще раз обратиться каким-то образом уже посредством ну а обычного порядка ну вот про еще наверно кризис ковид 19 хотелось бы с вами поговорить понятно что в первую очередь правительство ответственно за решение но решения касаются риги рига самый густонаселенный город в латвии поэтому конечно нас то и вас касается и вот мы видим что у нас вводился комендантский час и введен там используются например крестики в транспорте на сиденьях насколько с вашей точки зрения все это эффективно вот как показывает практика потому что мы видим что полиция очень много штрафов выписала за этот период рижская полиция тоже работает значит ли это что все-таки люди не очень сознательны нашем городе как вам кажется ну штрафы выписывают только тем которые сознательно это делает те которые говорят извините просто тут сейчас все ухожу домой я не знаю ни одной случай как выписали штраф знаете как ну это вопрос очень такой большой самые главные проблемы которые мы сейчас решаем наш от ковид-19 это все-таки социальные проблемы это социальные центры это например те же самые но не знаю русское слово именно это от скорптовость там где переводят пьяных да да ну вытрезвитель да потому что там понимаете иногда у нас там каждый день приходят люди их приводят например здесь командного часа которые больны с ковид-19 и нам очень надо своими смотреть чтобы эти люди не заразили других нам надо делать карантин и в это на этих местах имею на данный момент если бы нам не помогла бы например латвия за миссар до которые тоже в этих пунктах есть и нам помогает мы бы вообще не справились ситуации так что большое спасибо латвийской армии и за миссар за 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 помощь то же самое социальные центры мы знаем что например в стукумце есть лучше где почти все или половина клиентов социальных стен заболела в риге на данный момент у нас ситуация у нас намного лучше потому что мы уже весной научились как справляться этим ситуациям так что это не скажем так основная забота которая сейчас на данный момент у меня есть и поэтому мы дали дополнительные сейчас премии всем полицейским и всем социальным работникам которые работают с этим в этих ситуациях чтобы их и тоже поддержать и вторая вот часть где у нас самая самая большая проблема это конечно помощь государства насчет в больниц сейчас чтобы первым надо чтобы первом больнице найти места чтобы мы могли помогать и государства в этих ситуациях так в основном я бы сказал что ситуация на общественным транспортом довольно хорошая там в 99 процентов всех пассажиров носит маски проблем нету так и я бы сказал что командантный час ну вообще это очень трудно таких ситуациях работать но если так что мы пока справляемся вот сейчас конечно очень чрезвычайно актуальна тема вакцинирования и вот даже госпожу винкела вашу 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 однопартийца поэтому из-за этого вопроса сняли с должности не могу не спросить вы готовы вакцинироваться когда до вас дойдет очередь какое ваше отношение к этому любой момент хоть на прямом эфире так и запишем как что называется да но вот под занавес еще хотелось бы может быть в качестве подбодрения жителей риги мы знаем что сейчас недоступны никакие услуги до последнего времени работали музеи теперь они закрыты чтобы вы предлагаете жителям риги но мы знаем что что-то открыто зоопарк например открыт как проводить какой-то досуг не знаю получать какие-то положительные эмоции в этих условиях нашем городе четыре трассы на дистанционной лыжи так это на русском открыты я всех людей могу рижанам сказать что приходите и используйте этим решительным воздухом мы уже видно на рождество все-таки тоже были ближе к людям и открыть эти шесть парка где было дополнительные освещение если да у нас были с этим проблемы но и все-таки считаю что тысячи режиме получили дополнительно скажем так позитивные эмоции во время рождества и мы будем это продолжать и и вообще я думаю что этот эксперимент очень хорошо показал что мы должны постоянно думать не только центре города но а всем всему городу и то же когда мы придем такие акции делать мы обязательно подумаем чтобы все рижане получили скажем так свою часть из того праздника который мы отпраздноваем так что да ну как как что можем то делаем по поводу освещения тогда еще позволить себе спросить у многих возник вопрос с освещением так так было так в микрорайонах я имею ввиду но оно значит было организовано всем очень понравилось конечно же пошли люди потом его отключали и у многих возникал вопрос а зачем тогда его вообще вводили понимали же что будет скопление людей чтобы потом отключать вот как как это будет можно объяснить в четырех парках у нас не было вообще никаких проблем так что там все сработал как и было планировано в двух объектах у нас были проблемы там и отключили не один раз но эту проблему мы решили за два дня и 25 до 11 января все работало без остановок и без никаких проблем то что да мы это был такой эксперимент за очень короткое время это сделали многое научились и впредь мы уже знаем как это делать намного лучше спасибо вам большое господин стакис мэр риги мартин штаки с был гостем сегодняшнего разворота желаем вам удачи и говорим до свидания всего доброго на одной волне сгод